Восвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працу Александра Гамоля, глядится у гэтым выпуском. Урачистые линейки, букеты и белые банты для 153 тысяч школьников региона сегодня распочался новый научный год. Дому на Сорской быт. Посол Израилю Беларуси заявил, что не бачить причин для пропынения будауництва. Славянские дожинки 2017. Гомель прямая у дельников Международного литературного фестиваля. А зараз сабгэтым и иншим больше подробязно. Сегодня у Беларуси означается День ведов. Со святом наученцев, наставников и батьков повиншовал президент краины. Шлях человека у великой житё починается со школы, где формируется его характер и святопогляд. Отбывается ставление особы. Первого вероясня у житей наученцев открывается новая сторонка, которая наполнена цикавыми сустречами, незабылными уражениями и безмежными махчимостями, отзначил керовник державы. На Гомельшине за парты сегодня сели больше, как 150 тысяч школьников, 16 тысяч зяких першоклассники. Олег Синтеров побывал на урочистой линейце у первой Чачерской середней школе. У старожитом Чачерску сегодня свято. После летних операпинку у школы вертаются наученцы. Для некого это год выпускный, для некого только початок школьного життя. У середней школе номер один первокласснику сформировали три классы, 72 хлопчики и девчинки. Подчас урочистой линейки минавито им первое веншование и пожадание. Дорогие ребята, уважаемые первоклассники, я желаю, чтобы ваш путь был легким, чтобы все, что вам преподавали и будут преподавать ваши учителя, вы познавали с удовольствием, чтобы вы обязательно получали только хорошие отметки. Родителям хочу пожелать, чтобы ваши детишки вас только радовали хорошими достижениями. Преподавателей хотел бы попросить, чтобы вы положили максимум усилий для того, чтобы наши дети были лучшими в Гомельской области. Первый школьный звонок и первые занятки в классах. В минулом наученном году в Учне Гомельщины по першиню показали на централизованном тестировании лепшие выники сирот областей Беларуси, что в свою очередь свечит об достаточно высоком уровне ведов, которые можно отримать у наученных установок региона. Причем тычится это не только школы и гимназии областного центра и буйных городов. В этом же Чачевском районе около 60% наставников имеют первую и высшую квалификационную категорию. Поблач с педагогами со стажем прозуют недавние выпускники ВНУ. И это приносит плен. Уровень педагогов Чачевского района достаточно высокий, потому что мы в этом году заняли первое место по результатам централизованного тестирования в Гомельской области. Мы за собой оставили и районы города Гомеля, и все крупные районы. То есть мы первые. В Чачевском районе 14 средних научных установок, но и первую школу можно выделить и с обливом. И на один, надеюсь, властный физкультурно-оздоровленческий комплекс с одразу двумя бассейнами для маленьких детей и больше старейших наученцев. У Вогули бассейны были пободаваны тут еще на початку 90-х годов, но и с часом заявились полные проблемы по их эксплуатации. Сегодня комплекс снова чинил дверы. Официально проведенные тут работы называются реконструкцией, а для посудности пободаваны новый сучасный спортивный центр, причем проводятся у им будучи не только плановые занятки по физичной культуре. Самая главная задача этого спортивного центра – научить детей плавать. Уречься, размывая идея без спецы и здоровья. При этом разом с мясовыми школьниками тут будут займаться еще и наученцы с инжек установок в темпику сельской мясовости. А прича того уже зараз огучена идея привозить сюда детей еще из соседнего Кармянского района. Сирот инжек планов – выкрыстание бассейна для семейных отпочинку, особливо в вечерний час и в выходные дни. Иснуючая база повинна быть заденечена максимально полно. Та речи у День веда у Гомельске Абролоконкам подарил первой Чачерской середине школе еще и спортивный инвентар. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель» с Чачерска. У Гомеля заявились первые правовые классы под эгидой управления следующего комитета. Они открыты при гимназии номер 56 и 44 школе. Для 56 гимназии новый научальный год у Вогуля знаменованы шерегом переутворения. Установа отримала имя своего первого директора, заслуженного наставника Республики Беларусь Андрея Вишневского. Летесь тут проводились факультативы по китайской мове. Все лето особные классы протягнуть я ее выучать у рамках школьной программы. Яшы одно новое день – открытье первого установа правового класса. И он будет денечить под патронатом управления следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Супрацовники этой силовой структуры будут проводить с подлетками профорентационную работу, давать им поглыбленные виды в галине правознавства и криминалистыки. Десятиклассников чекают как теоретичные, так и практичные занятки. Утемлику накированы на физподрыхтовку и ведение здорового ладу життя. Профорентационные практические мероприятия – это семинары, учебно-методические сборы, в том числе с выбытием за пределы города Гомеля, на территории Гомельской области. Места, приближенные к реальным местам происшествий, где будем демонстрировать работу следователя вместе с сотрудниками экспертного комитета, органов внутренних дел. Таким образом, мы полагаем, что учащиеся профильного класса к окончанию гимназии выберут юридическое направление своего дальнейшего развития, и мы их ждем в наших рядах. Один из главных направлений Гомельской 56-й гимназии – безопасность жития деятельности наученцев. Тому на святочный урок до первоклассников завитали супрационники МНС. Яны распевяли детям, як треба себе поводить, каб не опынуться у надзвычайной ситуации, и что робить, кали яна здарывася. Детям уручили таксама адповедную литературу. Святоведа у сёня означают ситы, с чыми именами связывают надеи на досягненье у великим спорте. Урачистая линейка Гомельского в училище Олимпийского резерву отбылася на центральном стадионе. Узять перспективного хлопчика тідзявчинку со спортивной школы, выгадывать и передать спортсменам-профессионалам у школу высшейшего спортивного майстерства. Задача не простая, однак коллектив в училище з ёй поспяхово справляется. Зараз тут отримливаюць эдукацию больше як 400 человек. Сярод их – майстры спорту Беларуси и майстры спорту международного классу. Всё літа до занятков и тренировок приступять и 95 навученцев нового набору. Многим из их уже вядомы смак-перамох. Одна головная мета – Олимпиада. Воголе на рахунку выпускников училища 23 олимпийские медали. Гульні у Рея Дежанейра поповнили скарбонку трыма узнагородами и молодые олимпийцы – приклад для юных спортсменов. З нём веда у хлопцов и девчат повиншавали наставники, ветераны спорту и тренерской працы. Ваши будущие поспехи – это поспехи краины, по яких яе будуть познаваць во усім свете. Означили яны у своих пожаданиях. Мы провели хороший отбор ребят-новичков. То есть они уже у нас были абитуриентами. И вот чисто психологически они уже понимают, для чего они сюда придут, что надо учиться. Это очень сложно совмещать ещё двухразовые тренировки. И поэтому я думаю, что всё у нас получится. Лучшие тренеры, вот всё, что лучшее в области есть, тренеры у нас работают. И как практика показывает, они могут довести до спорта высших достижений. Гомельское училище. Оно у нас всегда традиционно было в фаворе, в республике. Всегда оно поддерживает второе место. Немного в этом мы в сезоне отстали, но это мы наверстаем. Во всяком случае, здесь собирается вся элита спортивная, молодёжная города Гомеля. Мы отбираем наилучших учащихся, просматриваем их в течение года. И, конечно же, по результатам и спортивным результатам мы стараемся всех включить. До инших тем, держава Израиль не мая претензий до будавництва у Гомеля дома на улице Сожской. Это той самый будынок, який у интернете не одной, чем называли домом на костах. Справа у тым, что узводят за будову у районе, где неколе знаходилися старые еврейские могилки. А бетышность будавництва разгорнулася бурная дискуссия. И ее рэштки докатились навод до Израиля. Разбираться в справе у Гомель проехал посол этой краины в Беларуси. Настасья Кучинская расскажет больше подробязно. 18-ти поверховый дом на улице Сожской у Гомеля яшы не узведены, а ле поспел прославиться. Сгодно с историческими звездками, в 19-м стагодзе у гэтым районе не бы были яурэйские могилки. Некоторые гисторики свяжают, похование знаходится под будовничьей пляцовкой. А ле нияких материальных доказов гэтага так и не знайшли. Ни подчас попереднего доследования Глеба и ни подчас подрыхтовки котлована под фундамент. Это место было застроено до нас. И мы не ведем никакого строительства ни на каком еврейском кладбище. Наша деятельность публичная. Постоянно присутствуют все члены религиозной общины. Мы открыты. Мештыл интернет-дискуссия вокруг будовництва набирала обороты. Наверное, у израильской прессе з'явился артикул, не бы у Гомеля разбирают яурэйские могилки. Разобраться у ситуации приехал посол Израиля в Беларуси Алон Шахам. Однако ситуация, которую он себе уявлял, от той, что убачил, кардинально отразнивается. Нияких человеческих косток не ма, как и претензий до забудовщика с боку яурэйской суполки и мясового раввина. Со стороны раввины, со стороны общины, потому что происходят настройки, у нас на самом деле претензий нету, потому что с первого дня мы нашли общий язык с застройщиком. На самом деле, постоянно все работы земельные проводились изначально до работы по фундаменту, который сейчас проводится. Всегда постоянно присутствует представитель общины, или я лично, и раввин здесь неоднократно тоже был настройке. И все происходило под нашим наблюдением. Это, до речи, вызначальный фактор. Рашение по религийных пытаниях может принять только раввин, подкресливая Алон Шахам. Калион дает дозвол на будауниство, нияких претензий с боку израильских державных органов быть не может. Как вы видели, здесь сегодня было какое-то даже минорное недоразумение, как я понимаю. Оно даже не совсем дотрагивалось до тех тем, о которых мы вообще думали. То есть тут не было ни вопроса светского против религиозного, или, как сказать, набожного и ненабожного вопроса, а, как вы видели, вопрос был о понятии археологии, истории. Алон Шахам не знайшел причин, по яких Израиль мог бы умешаться в будауництва дома у Гомеля. Так само посол выказал подяку той повази, с якой Беларусь поишла на сустрич у высветлении пытания. По его словах, не все державы у подобных ситуациях готовы пропоновать конструктивный диалог. Анастасия Кучинская, Александр Харламп, у телерадио «Компания Гомель». Сегодня протягивается декада сучасной беларуской литературы, присвеченная 500 годзю беларуского книга-друкования. Программа чергового дня распочалась с открытием международного фестиваля свято «Славянские дожинки-2017». И он проходит у 12-й раз, изъявляется одной из головных культурных падей региона, его своясабливым литературным брендом. С кожным годом, колька студельников расте, им это фестивалю вэветь сярод их молодые таленты, оказать им патрымку у выданник книг. Иншая важная задача – популяризация беларуской литературы и обмен вопытом с российскими и украинскими письменниками. Литераторы зуседних краин все лето привезли на фестиваль книги, написанная и выдадзенная с уместными намаганнями. А кроме того, у гэты день четыре посвечения отрымали новые члены Союза письменника у Беларуси. В рамках фестиваля так само отбылось узнагороджение пероможцев пятого областного литературного конкурса «Православие. Моя надея». У делу им все лето приняли полсотни авторов. Лепшие были выбраны у пяти номинациях. Ежегодно на славянской литературной дожинке мы привозим новые работы белорусских и российских авторам. И здесь проходят первые презентации этих новых книг. И вот перемежаясь звучит русская, белорусская, украинская речь, которая, в общем-то, всем понятна. И вот это единение, ну, оно живое, оно видно. Декада сучасной белорусской литературы, присвяченная 500 годзю белорусского книга «Дуркованне» протягнется до 8 вересня. У ближайшие дни у Яйя рамках пройдутся дни культуры, истории, краезнавства, драматургии, сучасной белорусской прозы, публицистыки и крытыки. Завтрашний день делегация письменников Гомельшины проведет в Полоцку, где пройдут мероприемства Дня белорусского письменства. Открытый киноурок сегодня провели у кинотеатра имя Калинина. Его примерковали до Дня ведов и Дня белорусского письменства. Свята у ближайшие выходные пройдя у старожитным Полоцку. Тема уроку «Мова моей краины». Спочатку школьникам пропоновали поудельничать у займальных гульнях и танцах. После такой динамичной частки программы юных гостей запросили у кинозалу. Им показали новый документальный фильм «Национальный киностудий Беларусьфильм» под назвой «Перша друг». Фильм расповедая про деятельность Франциска Скарыны, який в 1517 году першиню над рукава у празе библейский псалтыр. У худким часик эту киностушку можно будет увидеть во всех городах и районах нашей области. В этом мероприемстве мы хотели нагадать нашим глядачам о том, что есть фильмы в нашей краине, которые работаются на беларуской мове. И это достойная мова, чтобы ее узгадывали каждый день. Мы хотели так само нагадать, что в эти дни в Полоцку пройдет свято беларуского письменства. Нам очень хотелось, чтобы не только Полоц стал столицей этого свято, а чтобы и в Гомеле, и в других городах нашей области так само гучала беларуская мова в этом леку с экрана наших кинотеатров. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok